Ваня, ну серьезно, расскажи, ты жениться собираешься? А что у нас на камеру, на что вы есть тут? А что? Компроматус вот этот вот. Да, собираюсь, я очень люблю семью. Когда? Ну когда свадьба у тебя? Это тема? Это тема, которая тебе на кисе не скелет? Так это коллега, видимо, тема. Леночка, знай, он на тебя не планирует жениться. Он может сколько угодно ухаживать, дарить тебе цветы, катать тебя в путешествия, но свадьбы не будет, Леночка, не будет. Ну а теперь к нашим гостям. Нет, давайте уже доброго человека пригласим в эту студию, чтобы немножко атмосферу, скажем так. Просто давайте человека пригласим в эту студию. Давайте, человека, давайте. Кто приглашает? Кто озвучит? Я хочу сказать, что это главный критерий для меня, это пурпурный пояс по джиу-джитсу, и он один из первых синих поясов в Екатеринбурге по джиу-джитсу, который у нас есть в 2011 году, его получил. А еще он король нашего рыжебородого братства. Олежа Оленичев. Король рыжебородого братства. Вот это сильно. Подожди, да у вас только двое, вот я знаю, рыжебородых. А кто? Вот два не в вашем братстве получается. Дима Соловьев, Третий. Дима Соловьев, Конор Макгрегор. Еще раз у меня поднешься, и говорит, ой. Олег, мы очень рады, что ты пришел. Правда? Как дела? Внеси, пожалуйста, немножко позитива, доброты, адекватности сюда. Как дела? Расскажи. Все хорошо, вот Новый год недавно был. Серьезно? Новый год отмечали. Вот никогда не было, и тут опять, да? Каждый год. Каждый год отмечали. Ну расскажи, что у тебя сейчас, какие планы? Ты к чему-то готовишься, там столько... Чего там, Саша, ты писал мне в сценарии? Ну смотри, первое. Перед Новым годом я разговаривал, значит, с руководителем лиги ОСЕ, которую ты представляешь. И Асланбек Батаев сказал о том, что для развития лиги, ну, вполне возможно, рассматривает вариант проведения совместных турниров. То есть... ACA против RCC, что ли? Против RCC, да. Вот готов ты на 93 выйти против? Я не буду. Против кого? Против Штыркова. Нормально. Хорошие разговоры. Слушайте, все, давай. Вот, ну давайте. Против Штыркова. У Ивана же у нас сейчас президент Академии. Капитан команды. Как ему быть сендраться? Стоп. Вот Новый год прошел. Вот Иван Ричнев. Вот куранты пройдут. Хорошо. Иван президент. А что мешает подразить? Нет, ну как... Мы же тренируемся все вместе. Иван у нас как капитан команды, он составляет нам тренировочный план. Так он и составит себе тренировочный план. Скоро лежат, дыхай. Олежа, тренировок не будет. В Таиланн езжай. Кайфуй два месяца. По Волкинг-стрит гуляй несколько раз в день. В бачки заходи. Мы на Пхукет летаем, там Волкинг-стрит нет, там Банглород. Давай начнем с того, насколько это крутая идея. Вот у Олега спросите. Олежа, противостояние и СССР. Ну, блин, это крутая идея. Но мне кажется, Лига РССС – это такая организация, которая уже заняла такую свою нишу. А Лига ИССР – это, как можно сказать, российский UFC. То есть там очень много бойцов, очень много бойцов во всех категориях. В РСССР нету бойцов, нету чемпионов. Там не так много бойцов подписано. И, наверное, конечно, было бы провести классно такое противостояние. Но вопрос, кто будет драться за РСССР, кто будет драться за ИССР. Ну да, если ИССР будет чемпионов выставлять, мы-то каких чемпионов? Им невыгодно чемпионов выставлять с поясами. Ну, то есть накануне будут стоять чемпионские пояса. Я имею в виду, чемпион в Лиге ИССР дерется против просто бойца РССР. И тот, получается, забирает пояс чемпиона ИССР. Это слишком большие ставки, так никто не будет делать. Ну, просто если в медийные какие-то бои, ну, такой турнир смешанный, ну, тогда, мне кажется... Ну, вот, например, Иван, думаю, интересен для ИССР, чтобы он подрался, например, с муслимом. Ну, для них это было бы интересно. А остальные-то кто будут драться? Кто в тяжелом весе будет драться? Ну, священ, Борис, там Гончаров, да? В тяжелом весе. Гончаров, и кто у нас может противостоять ничего? Никого нет? У нас нет ничего. У нас даже тяжелого веса нет. У нас постоянно... Подкормить не Шурогозина. Тогда проще нас с Толиком подкормить. Мы уже где-то рядом там. То есть, как бы, ну, это такая идея. Если, ну, как бы, если он Бек сказал, что им это интересно, ну, в виде, мне кажется, какой-то больше медийной, наверное, составляющей. И, ну, просто симбиоза. Как в виде шоу, да, какого-то, мне кажется. Ну, просто людям дать какой-то еще один такой смешанный продукт интересный с хорошим, ну, там, ну, оформлением, мне так кажется, с хорошими боями. Ну, просто как разбавить. Вот, а так? Просто РСС это такое шоу, там, самые крутые декорации, там, самые красивые выходы, которые вот я лично видел вообще в ММА. А ИСЕ это все-таки другая немножко тема, там, дофига голодных, жестких бойцов, там, нет такого суперкрутого оформления, как на РСС. И там другая атмосфера, там, люди выходят просто разносить друг друга. А здесь все равно, как бы, РСС для меня, вот я прихожу, как на праздник. Конечно, тоже бывают жесткие бои, там, жесткие травмы, но на РСС чувствуется эта атмосфера, как бы, мероприятие прям большого, что полный зал вообще добитый, то есть атмосфера почти как на UFC, то есть, вот я так иногда приходил и смотрю просто вот так на всю арену, и вообще мест нету свободных, все занято. В ИСЕ такого я пока не видел, сколько дрался там. Просто в ИСЕ все равно, вот Игорь Лек правильно сказал, что у них очень большой пул бойцов в каждой категории, то есть там есть, ну, как бы, очень крутые бойцы, которых никто не знает, даже топовые, правильно, там, возьми топ-10 любой категории, 70-80% этих бойцов знать не будет никто. Даже открываешь их инстаграмы, ну, парней, там, я как-то зашел к Кошкину, по-моему, в инстаграм, там, у него две тысячи, ну, что-то подписчиков там, ну, просто, да, этот, ну, такой боец такого уровня, ну, как бы, думаешь, ну, вот, как бы, ну, Лига ИСЕ не совсем заинтересована в медийной прокачке, и вот мне кажется, что такая коллаборация, например, с РСС, она даже где-то, ну, даст именно с точки зрения медийности больше ИСЕ, а с точки зрения какого-то жесткого противостояния и мотивации именно спортивной, РСС больше даст. Вот это как бы интересно. Но это все равно, это интересно, это новый продукт. Ну, ты же подрался с Муфлиму? Я бы вот на Свещева, например, с Борисом Алисом. Я бы с Свещевым. Я бы подрался с Свещевым. Я тебе не завидую. Знаете, еще какую тему хотелось поднять? Вот ты сейчас, Олег, сказал, что ты долгое время жил в Таиланде, ты там тренировался, да? А вообще дорого это стоит, поехать на сборы в Тай, подготовиться там? Ну, сейчас очень дорого, намного дороже. Сейчас даже сборы в Дагестане стоят намного дороже. Сейчас уже, типа, ты приезжаешь в Махачкалу, ты уже за тысячу рублей сутки не снимешь квартиру. Там, если, например, раньше я тратил на жилье там 15 тысяч, сейчас трачу 50. Да, такси в два раза дороже стало. Ну, питание особо не изменилось, но вот это вот, то, что сейчас Дагестан же такое туристическое место, там ценник вырос. Да вот мы летом приехали на сборы, ну там нереальный ценник просто. Там, во-первых, нет просто квартир, гостиниц, ну негде жить. То есть ищешь, как-то за месяц там договариваешься, бронируешь какую-то квартиру, приезжаешь, народу, я столько, ну, народу не видел. То есть, ну, раньше ты приезжаешь, ну, Дагестан, ну, то есть, Дагестанцы. То народу дофига, и, естественно, коммерсы, ну, люди, кто предоставляет платные услуги, там, квартиры, они повышают ценник, а от этого страдают профики, как ты говоришь. Потому что от зарплаты у профиков остались на деньги. Подожди, но сейчас вообще имеет смысл-то ехать там? Ты вообще сбой-то что-то тогда останется у тебя, если ты за сборы заплатишь? Или кто за сборы платит? Вот я как бы пытаюсь что понять. Ну, за сборы платит команда. Да, команда. То есть, если ты команда... Ну, это не каждая команда платит, это единичные команды платят. Архангел Михаил платит? Архангел Михаил платит. Ну, то есть, это хорошо, что ты в команде сейчас. Ну, да. Что есть вот такая вот финансовая поддержка, получается. То есть, платит команда. Ну, тут просто в чем, какая ситуация сборы в Таиланде, это круто. И это очень круто для тех, кто, например, дерется в Азии. Если ты дерешься в России, это не всегда бывает круто, потому что там часто люди гниют, там, чем-то болеют. Что делать? Заражаются, когда царапаешься, там же, ну, влажность, плюс ты еще, ну, бактерии развиваются. Ой, серьезно? То есть, вот эти царапки, там еще что-то, ну, да. Там фэйти лезут, как его, стафилококковая, вот эта вот болезнь лезет, то есть, она как фурунковая. То есть, ты еще поехал, заплатил деньги, еще что-то подхватил там, кошмар какой. Вася, Вася, Семенов, нет, Никита Козлов, по-моему, рассказывал, что они что-то миллион потратили, потому что у него аппендицит. Так это у него и был аппендицит, у него не лопнул. Просто в Таиланде очень дорого стоит медицина. Если у тебя нет страховки, все, ты прилип. Ну, вот за операцию вырезали аппендицит, ну, Никите Козлову, да, нашему спортсмену, кикбоксеру, миллион рублей выше. В общем, денег стоит много. Ну, денег стоит, ну, в итоге, наверное, ну, сколько? Я думаю, тысяч, ну, 300-400 это минимум. Ну, да, это типа в Таиланде только месяц. Ну, допустим, у вас, кто там, контора, грубо говоря, платит, да, команда? Ну, у нас же бесконечно она платит. Там он нашел где-то казахские какие-то там кредиты. Не, ну, если тебе помогают, конечно. Тёма Белах, я помню, он рассказывал, что он кредитов-то набрал, непонятно зачем. Это вообще разумно, нет? Ну, целесообразность должна быть, конечно, если у тебя есть возможность поехать за счет там команды, за счет там спонсоров и помощников, да, каких-то. То, конечно, надо съездить, например, ну, опять же, целесообразно, чтобы этот, ну, КПД был хороший, чтобы ты хорошо себя чувствовал. Бой, если просто съездить в Таиланд якобы на сборы, а потом тебе это лукнется, как бы, плохим самочувствием, стафилококковой болезнью, там, еще, еще чем-то и плохими кондициями, потому что тоже не всем Таиланд подходит там, ну, там может быть не быть спарринг-партнеров, правильно? Ну, как бы, там много нюансов в подготовке. Просто если вы хотите узнать сумму, ну, сумма примерно месяца подготовки, тысяч четыреста, да, где-то сейчас? Ну, ты же вот был, по-моему, вот так. Ну, смотря как жить, да, то есть, если тренироваться, ну, 300 тысяч вполне хватит. Но в эти 30 тысяч будут входить питание, проживание, аренда мопеда, персональные тренировки, массаж, да. Баня, то есть, баня, пиво, 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 пиво. В детской комнате, в детской комнате, в аквапарке, я знаю, там есть на Пхукете. Это плюс еще, ну, как бы, билеты мы еще читаем, потому что билеты бывают разятся. То есть, ты можешь улететь и за полтинник на одного, а можешь и за 150 на одного улететь. То есть, тут тоже. А если у тебя бой выпадает прямо вот на тот срок, где билеты стоят дорого. Ну, короче, это такая история. Проще, конечно, хорошие сборы проводить вот в месте или около похожем месте, да, где ты будешь драться. Ну, например, дома хорошо отпаханули, в Россию дерешься, в Москву прилетел, что там два часа, ну, это как бы фигня за три дня, там, тын-тын-тын, подрался. Если там вот Олег сейчас будет драться в Краснодаре, скоро, дай бог, все будет хорошо, естественно, он здесь грузится и туда поедет чуть пораньше. Потому что я был в Краснодаре, там действительно, там своя влажность, ну, как бы, свой климат. И к нему надо подпривыкнуть, ну, не обязательно там месяц, конечно, быть, но, как бы, Олега команда отправляет заранее, чтобы он, ну, в идеальных был кондициях, он привык, поработал, вот в этом, как бы, в этой атмосфере подготовился, согнал вес, удачно все, что было, как бы уже, и все, и как дома, круга, я подрался. Смотри, как тренер-то у нас, это капитан команды, просто как радеет, как все рассказывает. Да, его команда решила, что он должен поедать, потому что там другая влажная. Ну, очень сильная. Олег, а какого числа бой? Ну, в конце февраля пока еще, ну, нельзя анонсировать. А, ну, хорошо, ладно, ребят, следите за новостями. За новостями, за соцсетями, за Кеселем только не следите. Ты же знаешь про реванш, возможно, вот сейчас говорят, Исмаилова и Шлеменко. Ну, слышал ведь, наверняка, Исмаилов просит 50 миллионов, да? Ну, вот насколько адекватная вот эта цена, на твой взгляд? Всей команде Архангел Михаил, скиньтесь, пожалуйста. Не хватит даже на 5. 50 миллионов, это всю команду 4 раза можно на сборы отправить. Ну, Магомед, в Таиланд. Магомед это такой, я бы сказал, как российский Конор Макгрегор, да. Ну, вообще нет. Сам, наверное, медийный боец в России. Ну, вообще близко нет. Ну, мне кажется, в России Мага самый медийный боец. Как бы я их сравниваю с Конором, не то, что они похожи, а что они медийные такие, как... По медиаресурсу, да? Медиа у них самая, мне кажется, большая. По-моему, в позатом году Магомед был боец года в российском ММА или нет? Да не важно. Я не знаю, как бы... Адекватные деньги. Адекватные деньги все, которые дают. Без разницы. Ты просишь, тебе дают, значит, адекватно. Не дают, иди домой. Мы просто с тобой не просили. Как ты можешь оценить работу человека, ну, вот ты, например, как... Ты оцениваешь неадекватно, что это? Почему? Ну, типа, что 50 миллионов за бой... По общему рынку. Ну, какой общий рынок? Кто его создал? Сколько у тебя с Минеевым? А кто создал общий рынок? Общий рынок создали лиги, которым невыгодно платить большие деньги бойцам. Если они будут каждому платить по 50 миллионов, эта лига, ну, не проверится и дня. Нет, я смотрю, допустим... По какому рынку? Посмотри, ну, в UFC, например, другой рынок. Они платят своим бойцам по миллиону долларов. Даже на твой с Минеевым бой. Да при чем здесь... Да как при чем здесь? Мой с Минеевым бой был создан просто людьми. Ну, который... Вот рынок этот и создали. То есть, если... А есть, понимаешь, такие люди, как, например, тот же Конор Макгрегор. Мы сейчас и в нем, да, сказали. Он начал ломать этот рынок. Ну, как бы. Конечно, он был и создан лигой для того, чтобы ломать все представление об ММА. Но он потом... И за ним пошли люди и начали ломать рынок. Им стали сейчас платить больше. Все же говорят, что спасибо Конору за то, что, типа, бойцы стали получать больше. Они видели, сколько получает он. Все начали просить больше. Им, наконец, стали платить больше. То есть, рынок создают люди, которые не хотят платить деньги. Но больше не настолько. Которые не выгодны. Ну, сколько настолько? А почему ты думаешь, что 50 до... Ну, 50 миллионов-то много. Почему? Потому что это 50 миллионов. Ну, это для тебя 50 миллионов. Для кого-то, например, 50 миллионов, это как 50 тысяч для тебя. Ну, да, для кого-то это большие деньги, для кого-то... Например, в Юре сейчас, да, с Нгану заплатили сколько? Сколько? Ты знаешь, сколько им заплатили? По-моему, 500 миллионов долларов, да, там что-то было? 50 миллионов. А, ну вот. Не, он платил, он просил такого ярда вообще там. Он просил, я не знаю, ну вот сейчас, ну вот 50 миллионов долларов-то много? Ну, это много. За вот бой, это вот по боксу. Ну, это много, но... А то есть у них много 50 миллионов долларов. Да подожди, а как там это все разлетается, что они получают там с прав, с телевизионных, и сколько, и какие-то рейтинг. А что они так получили? А другое дело, что у нас здесь, да больше. Да они не окупили на бой, ты что? Нет, конечно, такие бои не окупаются. Милые бронятся, только тешатся. Нет, подожди, вот есть Конор Макгрегор. Есть, хорошо. Вот говорят, типа, он сломал рынок. Друг Петькин. Он рынок особо-то как бы не сломал, он просто как сделал. Он продает очень много пей-пер-вью, и бойцы получают процент с пей-пер-вью. То есть когда мы смотрим там, такой-то, такой-то гонорар, пишут там, да, где-то в интернете, к этому не учитывается то, насколько он продал там пей-пер-вью. Да, и вот благодаря Конор, по-моему, каждый его турнир большой, он собирал там очень много пей-пер-вью. И за счет этого он вышел на эти цифры. UFC не будет, почему он Ганна ушел? Ганна такой классный боец. UFC не будет платить тебе больше, чем ты зарабатываешь. На тебе могут заработать. А что касается России, ну, в России тут немножко другая ситуация. В России вообще бойцы, ну, зарабатывают намного, да. Они вообще ничего не должны зарабатывать, потому что они ничего не продают. Просто в России это культ боев, культ спорта. И меценатство. Мужчина должен быть сильный, да, меценатство. И за счет этого бойцы зарабатывают. А по большому счету никто же не приводит людей на турниры. Вот Конор приводит там, еще там кто-то приводит. Там индустрия совершенно другая, там по-другому вообще все устроит. Да, чем больше ты дал заработать организацией, тем больше ты получил. Ну, образно. Какой-то процент с этого. В России мы, опять же, говорим о том, что о возможностях тех, кто платит. Я поэтому тебе и говорю, что ты говоришь, 50 миллионов это много. Ну, для кого-то это же, ну, вообще не деньги, а для кого-то это вся жизнь. То есть есть люди, которые никогда в жизни не заработают на 50 миллионов, а есть люди, которые не понимают, что такое 50 миллионов, в принципе, типа, что это такое. Ну, а кто-то, в принципе, запросить такую сумму не может. Кто-то, да, просто не имеет права такого запросить. То есть, да, его сразу. А если у человека есть такая возможность запросить, это же не значит, что ему ее заплатят. Но попросить больше всегда лучше, потому что тебя могут опустить до того уровня, на которого ты хочешь. Например, ты хочешь 30, попросил 50, тебе 30 дали. А если ты хочешь 30 и попросил 30, тебе дадут 10. Олег, у нас есть традиция. Мы здесь играем. В общем, сейчас тебе нужно будет посмотреть на экран и тебе нужно будет угадать, что это за боец в юном-юном возрасте. Все очень просто. А это боец, откуда он был? Они знают. А судя по картинке, был бокс. А мы же боксеры, Олег, да? Мы же бокс, это наше все. Ну, ты-то боксер, там, сколько у тебя? Актер, я актер. Не, не, а озвучь, пожалуйста, свой рекорд в боксе. Его нет. Мои бои были выставочные. Выставочные? Все выставочные? То есть, у тебя на боксереке нет, что ли? Непонятно. Ну, ладно, давайте смотрим на экран. 25-0 как. Там Магомед Курбанов. Давай, ну это просто. Так, кто это? Че я не вижу отсюда, кто это? Петр Ян. Да он такой, что ли, был маленький? Ладно, давайте дальше. Ну, как Иван? Иван Штрюков, походу. Валерий Курбанов. Валерий Курбанов. Иван Штрюков. Валерий Курбанов. Валерий Курбанов. Ну, всех-всех знает, да? А вы, судя по моей фотке, залезли ко мне в дом? Так, Саня, Саня готовился к первой крачной ночи. Это члена для того, как съехать от тебя, потому что свадьба не будет. Собака. Предоставила нам пару фотографий. У него, на самом деле, план просто для тебя был. Кто это? Давай подумаем. Что же это за зайчик? Возможно, что это Магомед Исмейлов. Реально догадался. Посмотрите, какой... Как бы ты по ушкам. Я видел... Он тоже был у вас. Милый ребенок. Фотку видел у него, где он в армии, что ли, был. Или молодой, без бороды. Одно лицо. И с волосами. А я, кстати, тоже Магу с волосами видела. Вообще по-другому выглядит. А я? А ты? Я бы вообще не узнала, честно. Если бы я проходила эту викторинку, я бы не угадала. А есть еще кто-то? Все. Опа. Опачки. Опачки. Это кто-то американец какой-то. Может быть, это... Уверен, может, это кто-то из России? Да, просто каску взял. Как он с этим должен был драться? Эль Кукуй-то у него еще прозвище. А, это... Тони Фирвис. Тони Фергюсович? Нет. Слушай, ну молодец. Ну, молодец. Красавчик, красавчик. Олег. А что, приз-то какой будет? А эти аппоисменты. Прикол в том, что тут кроме Кеселя ничего не дают. Он нужен тебе? Да он твой. Ну все? Олег, спасибо тебе большое, что пришло. От души всегда... У нас там уже Олега... Рвется сюда, мама, заходи. Олег, спасибо тебе большое. Заходи. 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 Что вы ему скажете? Неинтересно. То есть, что? Нормально, типа? Сейчас я за эту студию с детства родился здесь. Нет, мы же не так с тобой репетировали. За улицу, за улицу. Я очень рада видеть Магу, потому что я вообще тебя из поля своего зрения. Ты забыла меня, да? Я потеряла тебя. Я вообще думаю, Мага, где вообще? Он где вот находится? Ты где все это время был? Скажи, мир человек. Дома, дома. Все время дома, что ли? Дома, да. Тренировка, дом, тренировка, дом. Бой-то у тебя вообще когда был в последний раз? Какая тренировка? Я тебя в академии не видел бы. Два месяца. Где ты тренируешься? Все, вот испалился. А у нас есть другой зал подпольный. Гоу, у вас. Там, у вас. Там, где шапки продают, вот у нас. Это, кстати, шапку я у папы взял, одел, посмотрел, как его. Уши мерзнут только. А тут можно и завязочки. Давай мы тебя завяжем. Мама, подожди. Там же на случай и там же. Я и каши начал, каши опускаются. Ты просто не знаешь одного момента. Вот, вот. Вот так ты будешь больше похож на себя. Смотри, сейчас надеешься. Ничего себе. Он так-то сказал, да вот так делаешь. Вот. Потом папа спасибо скажет, что он у тебя вот. Это танкист. Это танкист. Это танкист. Все, можешь домой идти? Все. Что, обратно хочешь завязать? Ну да, что я его. Стив тебе попортил. Не, можно снять вообще? Да, сейчас. Давай, иди сюда завяжи. Завяжи, пожалуйста. Ой, сейчас симпатично будет. Ой, хорошо. Папа, спасибо. Мамким сыном. Ладно, вы знаете, что на самом деле Мага-то вообще удача, что он к нам сегодня пришел на подкаст. Удача. Удача. Удачливо. Спасибо, Мага. Магомед Курбанов. И уроки русского языка. Погнали. Мага. А у тебя знаешь, какое испытание было? Удача филологических наук. Хорошо. Ну, мне нам намекнули чурбан. Вы просто сами не упустили шанс. Я скажу так. Мага-то улетает через несколько дней куда? Да. Я улетаю на большом воздушном шаре. Куда не знаю. Зачем не знаю. Да, Мага? Я так про твои сборы всегда пью. Когда вижу, что ты там где-то тренируешься. Куда улетаешь? Думаю, что за сборы. Я улетаю в Лос-Анджелес. Вот. Мага уезжает в Лос-Анджелес. Теперь вопрос. Мы тут... Ты что, тренироваться едешь? Да, я готовлюсь. К Фредди Роучу что ли? Я готовлюсь на бой, на большой бой. А ты у кого? Фредди Роуча будешь? Нет, я поеду с Андрюхой на польском. И будем в зале у Фредди Роуча. Возможно, будет помогать может Фредди Роуч и его команда. Возможно? А если не будет, то кто будет помогать? Марвину Самодио привет от меня большой. Да, он тебя знает? Ты скажи, Марвин. Марвина, да, тоже есть в планах, чтобы с ним поработать. Что за бой-то? Бой за чемпиона мира. По-моему. Понятно? Че? Мне вообще чемпионы, кто платит? И сколько это стоит? Кто платит за Лос-Анджелес? Съемочная бригада, мне кажется, срочно должна поехать. Кто платит? И капитан команды Андрюхаил должен понаблюдать, куда ли уходят средства. За тренировочным процессом. Виза есть? Не важно, у тебя в багаже. У директора есть виза? В багаже поеду. Нет, ну что, на сколько ты туда месяцев, когда бой будет? Ну ты нам расскажи. Ну честно, я не могу сейчас говорить, когда конкретно что есть. Ну есть локация предварительная, есть договоренность предварительная. Сейчас ждем прям точных, точной информации и потом только вот объявим бой. Сейчас поезд у вас вакантный получается? Да, вакантный становится поезд. Ну то есть пока ты не можешь сказать, кто соперник? Пока не могу сказать, потому что, ну если я скажу, там... Ну понятно. Он узнает, что ему драться против. Да, да. А там у нас есть? Мы обычно заметили, но предупреждаем моих соперников. А там у нас есть небольшое преимущество. Моя Ольга будет готовиться, это нам зачем? Это вообще зачем мне? Только я в Лос-Анджелесе буду готовиться, а он пусть не готовится. Это ставит под сомнение мою поездку в Лос-Анджелес тогда. А смотри, теперь вот еще вот такой вопрос. Ты едешь со своим тренером, с Андреем Напольских. С твоим тренером. Он тебя Андрей готовил по боксу? Да, да. Андрей. А мы помним, как Ваня по боксу выступал. Он же теперь с тренером работает. Подожди. Мага, ты едешь с тренером, ну и смысл ехать в Америку, ты готовься здесь. Если ты с Напольским готовишься, готовься в Екатеринбурге. Смена локаций. Нет, смена локаций – это для чего? Зачем ты со своим тренером не делаешь? Да нет, мы с Андреем уже давно работаем, поэтому я думаю, что нужно мне с ним ехать, как, в принципе, мой человек будет со мной рядом. Вон на паркинге. В принципе, я все больше времени тренировок провожу там. Мы же уже там были с ним. И все время мы работали вместе. Просто нам зал дали доступ, спарринги, все нам включено. Ну, то есть вы за спаррингами туда едете? Ну, не только со спаррингом. Там много чего есть. Фармакология там… Оп! Оп! Ваня, на тема! Поехали! Нельзя же про это говорить! А, нельзя? Ну, типа… А какая фармакология? Запрещенная, что ли? Да нет, никакая не запрещенная. Просто все равно там как-то… Я помню, у вас Петр Ян здесь был, и я видел Рилс с ним. Он говорил, что все равно нужно… Все равно я на фарме. Это что? Нет, надо все равно сменить обстановку. Там ребята, мексы, латиноамериканцы, они вообще по-другому дерутся, боксируют. Ты встаешь с ним, думаешь, там у него пять боев, ага, сейчас раскатаю, а тут как накидывать начинает теперь. И тебе каждую секунду надо быть готовым. В принципе, там большой выбор спаррингов. Ну, в принципе, как и всегда, Мага, должно было быть. Как и везде. Каждую секунду нужно было быть готовым. Да, каждую секунду надо было быть готовым. И, в принципе, вот… Ты сфокусирован больше на бой, там… Ты в режиме, ты прям… Тебя никто не отвлекает, там… Прям все, как у меня здесь. Ничего не понимаю. Мага, а ты вообще… Как вот ты поедешь? А… А семья… Ну, что? А семья… А семья твоя тут остается. Ну, я же еду на работу. Ты не плачешь на чайник? Моя семья… Да блин, ну я… Он на сколько уезжает? На сколько? На два… На семь лет, по-моему. Не знаю, два… На ПМЖ. Не, ну ты уезжаешь минимум на… Нам дешевле Магу там держать, на ПМЖ. Чем его возить туда-сюда, вот эти вот… Пусть, Мага, все, давай. Ты не будешь скучать по-своему? У тебя же там… Да… Дети! Дети! Причем у Маги-то свой детский садик же уже. Да… Сколько у тебя детей, кстати, у тебя? Детей… Детей… Блин, нахренеть, когда успеваешь? Ты в Америке же все время на сборы. А он отправляет эти колбочки свои. Что за Америка? Наука, медицина… У-у-у! Я тоже на нее очень надеюсь… Формакология… Я… Я очень на нее надеюсь… Магик, ты продолжаешь колбочки по Екатеринбургу отправлять, похоже. Чем… Я натуральный продукт раздаю по Екатеринбургу. Всем в ладошке. По чуть-чуть. Елена, еще раз напоминаю, что на тебе он не женится. О, ходит, раздается. Так, ребята, соберитесь. Чипа… Чипа заново… Магик испугался. Типа заново, что ли? Давайте поприветствуем нашего гостя. Не, а что там? Пленка кончается. Подожди. У пацанов пленка кончается. Давайте быстрее. Да. Давай я буду вопросы задавать. Ты всего лишь один вопрос задал. Ты до боя хочешь там остаться, типа? Да. Локация где-то там, Америка, туда-сюда, и ты там до боя как бы остаешься, и что без всяких вот этих перелетов и приматизаций. Все, вы нормальные вопросы задавайте. Спасибо, Магик. Сколько ты там хочешь кайфовать? Сколько? Сколько? Насколько денег хватит, столько и будем. Вот до боя, понятно. А мы сегодня с Магом очень интересный момент обсуждали, на самом деле. Он просто пришел за два часа до подкаста. И мы с ним уже все обсудили, что только можно. Пробки, Катя, пробки. Не хотел никуда идти. Про бокс в России. Слушайте, да? Вот у нас сейчас что? Что? Да тебя нет, мы выяснили, что тебя... Да у меня здесь... Нет бокса в России. Нет бокса в России. Мексика. А Россия с Россией. Ну вот внутри страны нужно давать большие поединки. И нужно хорошо платить за эти поединки. Потому что у пацанов, у топовых, у всех будет мотивация для этого. И бои будут интересные. Потому что и с той стороны будет аудитория, с этой стороны будет аудитория, которая будет вовлечена в этот бой. И поэтому бой будет интересным. И люди пойдут так же. Ну вот Бивол, Битербив, например. Бивол, Битербив. Это масштабный, это мировой бой. Но это вообще возможно в России. Даже уралицы не хватит. Это, я не знаю, надо вторую эту... Москву снимать придется. Ледовую аренду вторую строят сверху. Нет, но это вообще возможно. Это же сейчас невозможно в России провести вот этот бой. Конечно, невозможно это в России провести. А кто тогда с кем должен драться? У нас и так русские с русскими и делаются. Да, у нас много поединков есть, если сталкивать их. Только вопрос, за что? Нужно создавать свой рейтинг, нужно создавать свой титул. Нужно какие-то определенные там, какие-то... То есть ты думаешь, вот свою версию, грубо говоря, в России надо создавать? 100%. Вот Иба как-то вот двигается, но нету... И бои за Иба не регистрируются в бокс-реке. Не квалифицируются. Они, да, они как бы не признают это. Нужно какой-то свой рейтинг создавать. А, то есть они в рейтинг, что ли, не идут эти бои? Да, бокс-рек не идет эту бою. Стоп, а как Тищенко стал чемпионом мира? Он же по ВБ стал. Он же по ВБ стал. А, то есть я поняла. Альберт дрался по Иба. И оно не шло в рейтинг. Вот нужно какой-то свой рейтинг создать. Там Казахстан... Ты имеешь в виду, не шло в мировой рейтинг. Ну что, он типа чемпион мира по Иба. Да, Батыргазиев выиграл пояс этот, но он не пошел туда вообще. Вот ты сейчас, кстати, сказал так. Они не принимают эту федерацию. Альберта Батыргазиева, вот если говорить про него, то я бы, вот и свой против своего, то какой бой бы я хотела посмотреть, против Альберта Батыргазиева. Сто процентов. Мне кажется, это вообще был бы супер-мегабой. Очень интересный. И собрал бы он большую аудиторию, даже со всей страны приехали бы смотреть именно этот бой в прямом эфире. Мага, ну тебе надо все становись промоутером. Ты понял эту жизнь? Ну это всего лишь мое мнение, конечно. Там есть специалисты, сына такие и тому подобное. Не, ну правильно Мага сказал, эти бои должны еще и оплачиваться. Да. То есть парни, как бы, ну, они с друг другом там подерутся, но только за что. То есть проще тогда им вот та там, одному по ИБА двигаться. Ну, я имею в виду, главное, чтобы вместе не читали это. По ИБА двигаться. По ИБА. А то начнем. Сразу заметил. Вот. А там Заур, да, он хочет так же в Америку, там за мировые титулы. Почему я говорю в Америку? Ну, он же сейчас, он же за отборочный будет драться с Гутиеросом. Ну понятно, я и говорю, что ему нет смысла, например, говорить, нет, я не хочу там за вот эти титулы драться, вот я в России подерусь там и свой рекорд, например, ну или улучшить, или ухудшить, но это все равно риск, правильно? В боксе очень сильно рекорд, ну ценится, как бы, и каждое там поражение. Паня, у тебя какой рекорд в боксе? У меня улучший. Вот я хочу тебе, Маги, тогда задать вопрос. Вот, ну, я к тому, что это, вот все, что вы говорите, я вот полностью согласна с этим. Ну, как это поменять? Вот даже вот сейчас, вот он всю жизнь положил там свою на бокс, да? Сколько лет ты уже боксируешь? И тебе сейчас скажут, либо ты развиваешься в рамках России, да, вот идешь по этому рейтингу, либо вот у тебя бой за титул чемпиона мира, ты же пойдешь за титул чемпиона мира. Ну, конечно, я пойду за титул чемпиона мира, потому что я начинал так. Да, видишь, правильно, он с другого мира. То есть молодым, да, начинай. Он был тем боксером, который был в правилах игры, которые уже создали, ну, вот, те старые правила игры. И это нужно их менять, их нужно менять, как ты правильно говоришь, систему. И молодых боксеров уже в эту, вот как мы про ИСЕИ почему говорили, там, ну, пацаны злые, они дерутся там за 50 тысяч рублей, там, без разницы с кем, понимаешь? Нету вот этого вот, у тебя там рекорд такой или такой, или там нулевой. Нет, нужны бои, жесткая конкуренция, оттуда будут расти жесткие бойцы. Поэтому, конечно, пацаны, вот как Мага, когда начинал, они были заложниками той системы, которую создал ЗАГО. Да, мы уже были там, уже хотели там быть, хотели вот эти титулы взять. И на сегодняшний день получилось так, что мы стали заложниками этих всех ситуаций, поэтому я думаю, считаю, что под 17-летним парнем, хотим 17-летним парням, чтобы какой-то создали свой мир бокса здесь. И это будет намного интереснее русскому зрителю смотреть. Хорошо, Магомед убедил поездку в Америку оправданно. Нет, опять же, это уровень маги сейчас. То есть, это то, ну, да, я... Не просто так все дается, что для этого... 9 лет уже проестали в боксе. 9 лет уже... 9, понял. А, 9 лет. 9 лет, 9 лет. 9 лет, да. 9 лет, да. 9 лет, да. Ну и еще одно образование. Нож, это мы... Слушай, я забыл про эту руку вот здесь. 9 лет, да. Здорово. 9 лет. Вот, 9, видела? И немножко общее образование. Ну что, поиграем и с Магой, Саш? Давай, давай. Давай, заводи шарманку. Мага, игра называется «Что будет дальше?» Мы, значит, показываем тебе фрагмент. Убери пока фрагмент. Я пока объясняю. Убери, пожалуйста. Вот, мы тебе показываем фрагмент, делаем стоп-кадр. Ты должен будешь угадать, что будет дальше, ну, после стоп-кадра. Понял, там, или нокаут, или нокдаун, или... Нокаут, нокдаун. Или что-нибудь. Хайки. Или нож в печень. Тайсон, что ли, молодой? Нет, это не Тайсон. Мы их не знаем. Давай, что? То есть, что дальше будет? Что будет дальше, да? Что? Просто судья разнимет их. А вы не ожидали, да? А вы тут идиоты. Шах и Маг. Мага выиграл эту игру. Опять приниматься. Судья просто их разнимет. Мага. Мештанчик, мештанчик. Ах ты. А сейчас судья ему снимет, да, тоже? А он подтягивает. Давай следующий. Мага, ты понял, что это с подвохом? С подвохом. Судья его снимет. А сейчас вот ударил, и вот он взлетел. О, господи. Это что за глаза были? Ну. Сейчас он ударит слева. Ты их не узнаешь, да, Мага, просто эти моменты, я так понял? Нет, я вообще не знаю эти моменты. Ну, ты просто не узнаешь, да? Ну, пусть предполагает. Я здесь, скорее всего, наугад скажу, может, шлем вылетит. С головы шлем слетит. Это вместе с головой, Мага? Нет, он сказал, шлем вылетит. Ты думаешь, а Саша Шлеменко вылетит в ринг? Да ты уже со своим шлеменком. Все подкасты шлеменка? Да, да, у него все. Шлеменка, шлеменка. Шлеменка лучше боксер. Боксер. Давайте, смотри. Давай, шлем должен вылететь. Вылетит шлеменкой. Ой, Мага. Фаталити. Оп. Оп. Ну, Мага. Судья сейчас. Ну, здесь понятно, что он сделает. Что? Ну, что-то плохое он сделает. По затылку у нас? Что-то плохое. Это же это. Что-то плохое. Это Маги в полицейском участке работает. Да, Мага у меня машину украли. Кто это сделал? Негодяй. Что-то плохое. Все, я понял. Он погладит по голове. Погладит, скажет. Уй, тю-муй, тю-тю. Тю-тю-тю сделай. Ну, давай. Уй, тю-тю. Ну? Ой, ну, почти. Почти, поцелуй. Ну, хорошо, да. Фигануло два раза. Так это же это. Это не Сильва, сходя. Хопкинс это Сильва? Ну, это бразилисты. Мамашеньки. Андерсон Сильва. Нет, нет, нет. Этот паук. Андерсон. Он же тоже боксировал. Нет, Хопкинс это. Ну, он же один раз на рот улетел. Хопкинс целовал? Ты узнаешь? Хопкинс, да. Хопкинс. Это что-то знакомый эпизод. Это Виленск. Чего он может сделать здесь итоги? Опа. Ну, наверное, судья разнимет. Может быть, это. Здесь, скорее всего, вот это вот. Он по законату перевалится. Он его прям протолкнет туда. Давай, через законат. О, Мага, ну ты просто экстрасенс. Просто ты, посмотри. Я победил вас? Это называется выкинуть в окно. И домой ушел. Мага, Мага, ну это было мощно. Ты раскусил эту игру под конец. А, еще есть? Еще разок. Еще, Мага, еще. Давай, давай, еще. Оп, давай. Сто подов судья сейчас разнимет. Реклама будет, Мага. Ну, понял. А там разняли, а здесь они что-то вместе. Ну, вот что будет. Где они вместе? Он вообще боксирует. Судья далеке находится. А судья просто умеет перемещаться очень быстро по рингу. Здесь, походу, судью кто-то нокаутирует. Он такой оба. Нет, Мага уже просто во вкус вошел. Нет, нет, оба до судья добегут. Сейчас он подбежит, они ему дадут один раз. Давай. Оп. Вот он подошел. И... Куда он подошел, там парашютист прилетел? А-а-а, блин. Охренеть. Я это, кстати, видел, но я не помню это уже. Вот он, да? Сверху прилетел. Я не знаю. Это же этот холли, судью, вроде бы. А-а-а, не, не холли. И прокелера в бошку всем снес там. У вас это все закончилось? Это все феерично. Блин, феерично. Все? Просто феерично. Деликолепно, Мага. Все, прямо отсюда можешь ехать в аэропорт. Аккуратно, концов. Все, я через пару дней влечу. А, Мага, у меня вот вопрос. 25-0, это рекорд? Да. Ты понимаешь, после каждого боя надо будет делать новую татуировку? Нет, это 25-0. Это он просто четвертый чок. Это 25-й бой просто такой. Подожди. А сейчас сколько? 25? Да. А какой был последний бой? 25-й? Да нет, с кем? Шо Ро. А-а-а. Это такой был бой мощный. И ты его так вот сделала? Это так, я... А подожди, это ты что? Это ты гештайдер? 24-1. Нет, просто один. Это один бой. Мага, ты гештайд, что ли, закрыл? Кто это? Гештайдер? Ты что делаешь, а? Это классные путешествия. Ты что делаешь, Березовая? А-а-а. Ты имеешь в виду, я закрыл что? История. Гештайдер! Его, его. Я в шлеменку несу. Ну все, мы почту доставили, Мага. Спасибо. Все, Мага, давай, еще раз, хороших сборов тебе. Все, хорошо, поехали. Нет, мы все, мы поехали. Все? Все, пока. Сушу, Костя.